Деление десятичных дробей На целое число Десятичную дробь На десятичную дробь Использовать деление десятичных дробей При решении задач При решении уравнений И другое Ну, начнем занятие Как обычно, с устного счета Посмотрите, ребята, пожалуйста Примеры подобного типа Мы должны учиться решать И уже решать устно Четыре целых две десятых Делим на два Схема решения у нас Должна быть примерно следующей Четыре делим на два Два Деление целой части закончилось Ставим запятую Два на два Один Ответ Две целых Одна десятая Шесть целых Тридцать три сотых Делим на три Шесть делим на три Два Деление целой части закончилось Три на три Один Три на три Один Ответ Две целых Одиннадцать сотых Ноль целых Ноль целых Восемьдесят четыре сотых Разделить на четыре Ноль разделить на четыре Ноль Деление целой части закончилось Восемь на четыре Два Четыре на четыре Один Ответ 0,21. 0,125. Делим на 5. И тоже это делаем устно. 0 делим на 5. 0. Деление целой части закончилось. 0 делим на 5. 0. 1 делим на 5. 0. 12 делить на 5. 2. Значит, здесь отнимем 10. Останется 25 на 5. 5. Ответ 0,025. Примеры такого типа нужны постоянно для того, чтобы держать наш мозг в форме. Поэтому я считаю, что устный счет очень будет важен вам, ребята, для того, чтобы вы дальше смогли постичь следующую тему. Она более сложная. Это номер 329 из учебника Дорофеева «Математика 6». 0,36 нужно разделить на 0,2. Запомним, ребята, сразу, что делить можно только на целое число. Значит, нам нужно превратить наш делитель 0,2 в целое число. Какое целое число? Ну, например, 2. Для того, чтобы из 0,2 сделать двойку, мы должны умножить это число на 10. Но если мы умножаем делитель на 10, мы должны умножить и делимое на 10. Иначе у нас будет уже другой пример. Итак, умножаю делитель и делимое на 10. И получаю пример 3,6 деленное на 2. Мы свели наш пример к тому примеру, который решали устно. Выполним деление. Значит, этот пример, вот именно этот, можно решать и устно. Но если это некоторым образом вызывает затруднения, выполним деление столбиком. 3,6 делим на 2. 3 разделить на 2 – 1. Деление целой части закончилось. 16 разделить на 2 – 8. Ответ – 1,8. Следующий пример. Опять поступаем под нашей же технологией, по нашему алгоритму. Делить можно только на целое число. Для того, чтобы делитель превратить в целое, мы должны умножить на 10. Но по основной теореме математики, делимое делитель можно умножить на одно и то же число, и пример останется тем же. Выполняем. Умножили на 10. Получается не 0,6, а 6. Умножили на 10. Получится 17,4 деленное на 6. Если, ребята, вы уже можете выполнить это деление устно, очень хорошо. Если это вызывает некоторые затруднения, выполняем деление в столбик. Выполняем. 17 делим на 6. 2. 6 у 2 – 12. Остаток 5. Деление целой части закончилось. Ставим запятую и сносим 4. 54 на 6 будет 9. Ответ – 2,9. Следующий пример. Вы видите, здесь немножечко понарастающий. Усложняю немножко, усложняю. Чтобы из числа 0,16 получить целое число, я должна умножить его на 100. Если я его умножаю на 100, у меня получается 16. Делитель умножили на 100. Нужно умножать. И делимое 512 умножить на 100 получается 51,200, деленное на 16. Выполним деление в столбик. 551,200 делим на 16. Берем по 3. 3, 48, 32 на 16 – 2. Нолики можно снести. Наш ответ. 3, 22, 3, 200. Следующий пример 81,2 делим на 0,35 И опять мы говорим сами себе Делить можно только на целое число Превратим делитель в целое Для этого его нужно умножить на 100 Но если мы умножаем делитель Нужно умножить и делимое Получим 8120, понятно, мы умножили на 100 Деленое на 35 Конечно, здесь уже мы не сможем сделать устно Поэтому прибегаем к нашему столбику 81 делим на 35 По сколько, ребята, берем? По 2 Получается 70 Вычитаем По сколько, ребята, возьмем? По 3 Вычитаем По сколько возьмем? По 2 Результат Результат нашего деления Число 232 232 Идем дальше Идем дальше Можно Только на целое число Превратим Делитель в целое Это будет 25 Потому что мы умножили на 10 Но на 10 надо умножить и делимое Умножаем Получаем число 0,4 0,4 Деленое на 25 Получится Выполним деление Нужно быть очень внимательным 0 целых делим на 25 Конечно, будет 0 4 делим на 25 4 делим на 25 Будет 6 6 6 у 5 30 0 пишем 3 запоминаем 6 у 2 12 До 3 15 Ответ 0 целых 16 И последний пример Этот пример Можно выполнять и устно Ребята Если вы заметите Что Умножив на 10 Делитель Мы получаем единичку А умножив на 10 Делимое Мы получаем 5,4 Ну, на 1 Никто не в столбик Делать, конечно, никак не будет Просто сразу напишет Ответ 5,4 Итак, ребята Мы выполнили номер 329 И я очень хотела бы Еще раз подчеркнуть Давайте сформулируем правило Давайте сделаем вывод Из того, что есть Для того, чтобы разделить Десятичную дробь на десятичную Нужно превратить Делитель в целое число Но просто так его превратить Нельзя Почему? Потому что Изменив делитель Точно так же Надо менять и делимое Иначе будет другой пример Не тот, который задан Итак, чтобы разделить Десятичную дробь на десятичную дробь Нужно Превратить делитель В целое число И точно так же Изменить делитель Делимое А потом выполнить деление Обычным способом Делением Столбик Или устно Или как уже вы сможете Будем считать Что этот кусочек Мы с вами Поработали Давайте перейдем К следующему Теперь посмотрим Как же используется Деление Десятичных дробей При решении задач На самом деле Для того, чтобы Что-то Закрепить Затвердить Запомнить Нужно решить Очень много заданий Самых разных И тогда станет Понятно Ясно И вы запомните Давайте порешаем задачи Это будет Наш следующий Пункт Итак Решение Задач Наш учебник Еще раз повторю Дорофеев И из него Мы и будем брать Задачи Вот такая Например Задача Номер 328 328 Текст задачи Звучит Так Собака Весит Пишем краткую запись Собака Весит Двадцать целых Две десятых Килограмма Собака Щенок Щенок В четыре раза легче В четыре раза Легче Значит меньше Ребята помнят Как мы это отмечали Сразу видно Собак У собаки Двадцать целых Две десятых Килограмма А щенок в четыре раза Меньше Чем Собака Чем Собака А кошка Кошка Вся семья Здесь А кошка В десять раз Легче Собаке В десять раз Легче Значит Меньше Собаке Нужно 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 Посчитать Какой вес У щенка И какой вес У кошки Ну Ребята Наверное Сразу догадались Если щенок В четыре раза Меньше Легче Чем Собака Нужно Просто-напросто Вес Собаки Поделить На четыре Давайте Это Выполним Двадцать целых Две десятых Делим На четыре Если вы можете Делать устно Старайтесь устно Развивайте голову А если это вызывает Затруднения Давайте Сделаем Это В столбик Двадцать Разделить На четыре Будет Пять Деление Целой части Закончилось Ставим Запятую Сносим Двоечку Два На четыре Целого числа Не даст Поэтому Мы Пишем Нолик Приписываем Нолик Двойке Вот тут Уже будет По пять Итак Вес Щенка Пять целых Пять сотых Килограмма И даем Пояснение Это кто У нас Щенок Щенок Или вес Щенка И так Можно написать Второе Действие Теперь Нужно Найти Вес Кошки Что сказано О кошке Кошка В десять Раз Легче Собаки Значит Понятно Что нужно Двадцать Двадцать Целых Две Десятых Разделить На десять Здесь Деление Столбика Можно И не Использовать Почему? Потому что Мы раньше Учили Чтобы разделить Число На десять Стоит тысячу Нужно Запятую Перенести Влево Уменьшая Число На столько Знаков Сколько Нуликов У нас В числе Сколько Нуликов Один Нолик Беру Запятую И переношу Влево На один Знак Ответ Будет Две Целых Две Сотых Килограмма И даю Пояснение Кошка Или Вес Кошки Ответ У нас Спрашивалось Найдите Вес Щенка И вес Кошки Вот в таком Порядке Мы должны Записать Ответ 5,05 Килограмма И 2,02 Килограмма Можно поставить Точечку Мы решили С вами Задачу Давайте еще раз На нее посмотрим И немножечко Проанализируем Вес Собаки Да Да Что щенок В 4 раза Легче Для того Чтоб найти Его вес Мы поделили На 4 Узнали Кошка В 10 раз Легче Собаки Для того Чтоб узнать Вес Она сегодня На сегодня Актуальная Вот послушайте Ребята Какое условие Так 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 331B Каждая таблетка Содержит 0,25 Миллиграмма Лекарства Значит Каждая таблетка Это значит Одна Таблетка Содержит 0,25 Миллиграмма Лекарственного Вещества Того Вещества Которое Лечит Которое Лечит Человеку Нужно Выпить В сутки В сутки 2 миллиграмма Вот такого Лекарственного Вещества Лекарства Сколько Таблеток Сколько Таблеток Должен Принять Больной Человек Данного Лекарства Сколько Таблеток Давайте Думать Если Нужно Принять 2 Миллиграмма Вещества А Каждая Таблеточка Содержит 0,25 Миллиграмма Лекарственного Вещества То Чтобы найти Сколько Таблеток Ему надо Выпить Нужно 2 Миллиграмма Разделить На 0,25 Миллиграмма Давайте Это Сделаем 2 Разделим На 0,25 И Получаем Что Опять Нам Нужно Знать Деление Десятичных Дробей Правильно Как Мы Разделим Для Того Чтобы Разделить 2 на 0,25 Нужно Превратить Делитель 0,25 В целое Число Для этого Нам нужно И делимое И делитель Умножить На 100 Умножаю 200 Деленое На 25 Здесь Можно Выполнить Деление И устно У нас Получается 8 Таблеток 8 Таблеток Ответ 8 Таблеток Вот Сколько Надо Выпить В день Задача Номер 337 Задача Задача Номер 337 А Здесь Две Задачи Значит Каждая Задача Имеет Две Задачи Я надеюсь Ребята Что Решив Одну Задачу Вместе С вами Следующую Задачу Вы попробуете Решить Дома Уже Без Помощи И это Будет Хорошее Закрепление Читаю Задачу Машина С прицепом Возит Песок С карьера Там Где этот Песок Делают На завод За рабочую Смену Она Перевезла 97,2 Тон Песка Сколько Рейсов Сделала Машина Если В ее Кузов Вмещается 5,2 Тон Песка А в прицеп 2,9 Тон Песка Сколько Рейсов Сделала Машина И опять Ребята Залог Успеха Решения Задачи Это Правильно Сформулировать Текст То есть Написать Краткую Запись Глазами Посмотреть На эту Запись И в голове Начнутся Уже Крутиться Ролики И мы Начнем С вами Ее Решать Смотрите Машина 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 Перевозит За один рейс 5,2 Тонны Песка А прицеп Который Присоединен Прицеп Перевозит 2,9 Тонн Песка Всего Надо перевести 97,2 Тонны Песка Какое Количество Рейсов Нужно Будет Выполнить Машине С прицепом Чтобы перевести Все Что Запланировано Количество Рейсов Рейсов Вопрос Ну Давайте Думать У нас Есть Машина У нас Есть Прицеп Значит Первый Вопрос Задачи Будет Формулироваться Следующим Образом Какое Количество Тонн Песка Может Перевести Машина С прицепа За один Рейс Нужно 5,2 Прибавить 2,9 Получаем 8,1 Тонны За Один Рейс За Один Рейс Машина С прицепом Перевезет 8,1 Тонны Песка А Всего Тонн Надо перевести 97,2 Так Сколько Раз У нас должна Машина Съездить За песком И перевести Чтобы полностью Выполнить Задание Второе Действие Мы как раз Найдем Количество Рейсов Которое Должна Выполнить Машина 97,2 Нужно Разделить На 8,1 Делить Можно Только На Целое Число Превратим В Целое Умножим На 10 Делимое И Делитель Выполним Деление Столбиком Один Два Ответ Будет 12 Рейсов 12 Рейсов Вот какое Количество Рейсов Должна Выполнить Машина С прицепом Чтобы Перевести Весь Песок Пишем Ответ 12 Рейсов 12 Рейсов Вот такое Количество Должна Выполнить Машина Чтобы Перевести Следующая Задачка Следующая Задачка Задача Будет 339 А 339 А Запишем Триста Триста Тридцать Девять А Один Кусочек Сыра В три РАЗА Тяжелее Другого Найдите Массу Каждого Кусочка Сыра Вместе Они Имеют Массу 1,4 Килограмма Значит Мы Имеем Два Куска Сыра Масса 1,4 Килограмма Один Из них В три РАЗА Тяжелее Другого Найдите Массу Каждого Куска Давайте Ребята Вспомним Мы с вами Недавно Решали И тема У нас Была Такая Разобрана Если Один Кусочек В три РАЗА Тяжелее Второго То Первый Это три Части А второй Это одна Часть А вместе 1,4 Значит Первым Действием Мы найдем Сколько У нас Всего Частей Вторым Действием Найдем Цену Одной Части Массу Одной Доли Давайте Разделим 1,4 На 4 У нас Получится 0,35 Килограмма Это Одна Часть И Тогда Три Умножим На 0,35 Получается 1,5 Килограмма Это Первый Кусок А второй Кусок Будет Одна Часть 1,5 Килограмма Итак, ребята Посмотрите Внимательно Как много Мы умеем Мы умеем Решать Примеры Делить На Целое Число Десятичную Дробь Мы умеем Десятичную Дробь Делить На Десятичную Дробь Мы можем Использовать Это Знание Для Того Чтобы Решить Массу Задач Самых Разных На Части Практического Содержания Да Целую Кучу А еще Ребята В дальнейшем На Следующих Уроках Я покажу Вам Или кто-то Другой Из Учителей Покажет Как Решать Уравнение С помощью Десятичных Дробей Как Вычислять Большие Большие Примеры Которые Понадобятся Обязательно Понадобятся И на ЕГЭ И на ОГЭ И когда Вы будете В техникумах Учить В институтах Учиться То есть Ну никуда Нам без Десятичных Дробей Я надеюсь Что вы поняли Что запомнили И что вам Было приятно Слушать этот Урок Решать урок И вы будете Любить математику Всего хорошего Ребята До свидания